Воры в законе попытаются сбежать от нового закона Путина у криминальных авторитетов будет способ избежать наказания по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Как сообщает ura.ru, они смогут покинуть Россию и управлять своими починенными дистанционно. Ранее законопроект, вводящий в Уголовный кодекс специальную статью для криминальных авторитетов, внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении. По данным Разбалта, уже сейчас более половины воров в законе занимаются преступной деятельностью в России, находясь при этом в Турции, Италии и других странах. Управлять криминальным миром удаленным позволяют современные средства связи. Однако российские силовики будут готовы к такому развитию событий, отмечает ura.ru. Они установят наблюдения и будут прослушивать телефоны подозреваемых, а затем начнут фиксировать факты преступлений. Для возбуждения дела будет достаточно факта, что вор в законе отдавал команды своим починенным. Новая статья об занятии высшего положения в преступной иерархии предусматривает наказание в виде 8-15 лет тюрьмы. Сейчас лидеров криминального мира упоминают в части 4 статьи 210 УК РФ, где идет речь о лицах, занимающих высшее положение в преступной иерархии. За создание преступного сообщества, тяжкие и особо тяжкие преступления, раздел сферы влияния, преступных доходов и так далее криминальным авторитетом грозит 15-20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Путин пояснил, что статья 210 не предусматривает наказание за сам факт лидерства в криминальном мире, поэтому преступление нужно вывести в отдельный состав. Наказание по другим частям статьи он предложил ужесточить. Продолжение следует...